так всем привет друзья с вами компания тепловода мы из орехово зуево находимся в павловском посаде сегодня у нас небольшая работенка это септик тверь 0 5 пн принудительный септик ой фильтрационный колодец для этого септика и заводим воду в дом от колодца роем иначе метр пятьдесят на глубину промерзания и заводим воду и канализацию в дом так продолжаем работы конце расскажу подробно все об этом септике все его преимущества и недостатки аккуратнее опускаем второе кольцо для дренажного колодца одно уже опустили поехали аккуратно дома сейчас выравниваем изолируем накидываем крышку так котлован под септик готов сделала песочная обсыпка что тут еще роется траншея для завода воды в дом там колодец траншея завод в дом такая у нас позиция так перед погружению септик котлован выравниваем котлован строго по уровню чтоб стоял все нормально вот человек у нас монтажник делает площадку ровно сейчас будем погружать так подносим аккуратно вот так ребята септик опускаемся сейчас аккуратно поехали держим держим смотрели аккуратно сели погружается смотри как дома дома так продолжаем так друзья коль септик у нас принудительный смотрите производится монтаж дренажного насоса который будет откачивать уже осветленную очищенную воду в дренажный колодец давай погнали грузи так вот по этой панды трубе у нас идет строго под наклоном даже очень под резким так что чтобы зимой был сток воды из шаба обратно вода не замерзла она должна скатываться обратно в септик септик имеет постоянно положительную температуру плюс 7-10 зависимости от температуры окружающей среды обычно мы делаем если это дренажный колодец из дренажный колодец из бетонных колец обычно выводим почти под не почти а пока как раз под крышку если даже весной или осенью дренажный колодец у нас не будет справляться с очищенной водой вода подымется тем самым она не может подняться до уровня грунта тем самым у нас всегда постоянно септик останется в рабочем положении и не будет переполняться обратно обратным напором грунтовой воды в септик так продолжаем работа сейчас обсыпаем выровняли все по уровню долгим траншею промерзание грунта у нас где там сантиметров 30 здесь и сейчас заводить будем в дом так друзья так как у нас септик с дренажным насосом в септике есть специальная трубка впаянная уже в пластик для провода электрического который мы значит герметично вставляем муфту 20 поворотом потом на этот кабель будет надеваться труба 20 пнд и уже в траншее вместе с канализационной трубой будет заводиться в дом то есть все очень герметично смотрите все обсыпается строго песком ручным карьерным или любым у мелкой фракции продолжаем долбить и рыть траншеи а сейчас пойдем с вами в дом мы там делаем технологические отверстия под конвенционные трубы и трубы водопровода так значит мы находимся в доме ребятки сделал технологическое отверстие под унитаз 110 сделали еще три отверстия одно у нас под пнд трубу 32 отколоться вода и 2 остальных двадцатки у нас значит под электричество для насоса и под компрессор для септика так но так света здесь маловато дальше идем так осталось два отверстия под компрессор и под провод от дренажного насоса вот мы соединили и сейчас вот этот шланг заведем под дом это или электрический кабель под дренажный насос и также 2 у нас будет пнд фта пнд 20 она выходит со стороны приемного также будет заведена у нас в дом и в доме будет находиться компрессор так ну все друзья теперь самое интересное принцип работы септика тверь это у нас септик тверь 0 5 принудительный так начнем со входа вот это у нас первая приемная камера поставлен вход там у нас труба расстояние здесь около двух метров самые оптимальные но тут можно до 4 до 5 метров делать самое оптимальное расстояние от септика тверь до ввода в дом далее из первой камеры у нас вода самотеком перетекает по всем по всему септику по всем камерам ребятки и в каждой камере проходит очищение очищение надеюсь в первой камере у нас анаэробные бактерии которые у нас живут без кислорода вторая и третья камера у нас аэробные здесь живут бактерии аэробные Аэробные, которые без кислорода жить не могут. И для этого, значит, в каждом септике, такие как Тверь, Топаз, Юнилос и так далее, предусмотрен компрессор, который нагнетает кислород непосредственно в септик. Там происходит бурление, бактерии питаются кислородом, и тем самым размножается большая колония. И они сжирают очень, ребятки, ну, все, что можно, кроме такой какой-нибудь химии. Погодь, подожди. Так, здесь у нас произведена загрузка, значит, в третьем и четвертом отсеке у нас щебенка загружена специальная и керамзит. На них тоже будут размножаться колонии бактерий. Также загрузка происходит вот эти елочки зеленые. Это тоже все предназначено для бактерий. На них они разводятся, тем самым, ну, как бы, как объяснить. В общем, на них они живут, ребятки. Так, и у нас из отсека в отсек перетекает у нас очищенная вода, становится все чище и чище. И попадает у нас в оконцовки она в последний приемный у нас отсек. Здесь уже осветленная вода очищена на 98%. По поплавку, там стоит дренажный насос, как только поплавок поднимается, включается насос и тем самым выкидывает воду. Можно, ребятки, выкидывать в дренажную канаву, можно в придорожный кювет. Но в основном это у нас дренажный колодец из обыкновенных двух бетонных колец. Так, в чем же преимущество этого септика, ребятки? Если сравнить вот этот септик с остальными флагманами автономной канализации, такими как топаз, юнилоз и так далее. Здесь принцип действия немножко другой. И очень, как бы сказать, даже примитивный. Во всех топазах там камеры не соединены друг с другом. И чтобы перекачать в топазе или другом любом септике из первой камеры во вторую, применяется аэрлифт. То есть, в простонародье мы называем мамут-насос. То есть, он часто забивается, его там переклинивает. То есть, что такое мамут-насос? Подается в трубу воздух под давлением. И воздух забирает с собой часть воды и тем самым перебрасывает его в другой отсек. Чем вот эта прелесть септика? Здесь ни одного мамут-насоса нету. Ни одного аэрлифта нету. Все стоки переливаются самотеком. Вот в этом самая фишка этого септика. То есть, самотеком с первой, второй, третьей, если даже отключат компрессор. Если септик непринудительный. Если отключат свет и газ, ребятки, все равно этот септик будет работать. Будет переливаться вода, которая в нее попадает из отсека в отсек. И если в случае этот септик самотечный, все равно септик не переполнится. И будет сливаться в дренажную канаву. Обслуживание септика вообще примитивнее уже не придумаешь. И надежнее. А это. В септике находятся четыре крана. Значит, во втором у нас отсеке. И в четвертом. Вот этими вот. Это, смотрите, шаровый кран отличается от... Это вентиль. То есть, этими вентилями, двумя, мы регулируем подачу кислорода, то есть воздуха, от компрессора, непосредственно вот в сам септик. То есть, в первом у нас отсеке должно быть такое пузырение побольше. В четвертом поменьше. Значит, перед тем, как этот септик нам уже запустим, естественно, мы проконсультируем подробно заказчика, как им пользоваться. В случае прочистки, ребятки, делается проще некуда. Закрывается наглухо два винтеля. И открываются вот эти два крана запорных. Открываются. Сейчас они в закрытом состоянии. И у нас вся грязь, там внизу септика проложены специальные трубы. И вся грязь, весь сил, который оседает на дне септика посредством компрессора, нагнетания воздуха, собирается по этой большой трубе. И оказывается вся грязь в первой камере, ребятки. Вот и все. На этом все обслуживание закончено. Потом тупо берем дренажный насос. За три рубля китайский. Любой. Опускаем в первую приемную камеру. И откачиваем ил со дна, который у нас септик самоочищением все собрал со всего дна. И у нас переместил в первую камеру. Так вот этим дренажником мы опускаем его, повторюсь, и выкачиваем этот ил под цветочки, под дерево. Я не знаю, в ту же дренажную канаву, в тот же дренажный колодец. Откачали ил, заполнен чистенькой водой. Все. На этом обслуживание, ребятки, завершено. Так что проще и надежнее септиков, ребятки, я не видал. Ну, по конструкции есть конструктив такой. Смотрите, усилено все металлическими профилями. Посмотрите. Все спаяно надежно. Все по-заводскому. От сжатия септика берегут вот такие вот крутые, большие полипропиленовые распорки, которые с завода впаяны. И также металлические у нас распорки идут и поперек, и вдоль. Вот они идут. И туда пошли. Так что вот так принцип работы септика, ребятки, я вам объяснил. Значит, заходим на наш сайт, подписывайтесь на канал, звоним, задаем вопросы, любые, в комментариях. Отвечаем в течение двух-трех часов, как только увидим, что вопрос интересный и стоит внимания. Так, ну что, ребятки, всем пока. Подписывайтесь на канал. Ну, все, окей. Субтитры сделал DimaTorzok